Сандерс совершает турне по Советскому Союзу. Большим успехом прошли концерты в Москве. Мы очень благодарны Томасу, Мору, Госконцету, западно-ферманской фирме Яра Интернешнл за то, что вы откликнулись на наше предложение провести конкурс на самый интересный вопрос телезрителя. То, что вас хватило бы поблагодарить сейчас тех людей, которые обеспечили эту возможность для поклонников и поклонниц его искусства. Мы за три дня получили целых, около тысячи вопросов. Это только телеграммы, которые пришли из Советского Союза. Это записанные вопросы со всех концов нашей страны. Конечно, не все смотрят нам, где звонится. Конечно, не все смотрят нам, но может быть... Может быть, будет в следующий раз. Но теперь к делу. Томас, вы должны выбрать три наиболее интересных вопроса. Но надо сказать, что каждые девять из десяти вопросов принадлежали представительницам слабого и прекрасного пола. Давайте мы с них и начнем. Вольми, а мы с них и начнем. Очень много вопросов от ваших советских поклонниц. Вот такой вопрос-крик. Что бы вы делали, если бы вы были семнадцатилетней девушкой, пять лет влюбленной в Томаса Андерса, чтобы обратить его внимание? Это, конечно, очень сложная вопрос. Вопрос сложный, конечно. Потому что у нас существует миллионы семнадцатилетних девушек, которые бы с удовольствием обратили на себя его внимание. Проблема заключается в том, что, естественно, как художник, как знаменитый исполнитель, он обладает миллионами поклонников и поклонниц главным образом, которые в него влюблены. И так в Германии существует клуб поклонниц Томаса Андерса. И при очень большом желании можно вступить в этот клуб. И через этот клуб получают автографы, пластинки. Он как раз пишет адрес этого клуба. Итак, Томасу Андерсу. Это просто номер их почтового проживания, так что нельзя туда поехать. Я думаю, что все семнадцатилетние девушки, которые задавали этот вопрос, были внимательны и успели записаться. Окей. Спасибо. Очень много вопросов пришло и к Норе, но надо сказать, что эти вопросы похожи. И, пожалуй, два основных вопроса – это не ревнует ли Нора Томаса к многочисленным поклонницам и ее отношение к Дитру Болину. Нет, она никогда не ревнует. Потому что она не имеет для этого никакой причины. Это вот первая часть. Томаса к Дитру Болину – это такой человек, который может быть очень милым. И такой человек, который очень много доброго и хорошего и приятного нам сделал. Но он человек, и у каждого человека есть свои теневые стороны. Но и поскольку у него есть свои положительные отмечательные стороны, она предпочитает думать о его хороших сторонах и вспоминать о том времени, когда им всем вместе было хорошо. Много вопросов о ваших впечатлениях о нашей стране. Вы здесь второй раз. И Наталья Гогичева из Фрязино спрашивает, какой бы вы хотели застать нашу страну через 10 лет? Что можно сказать? Хотел бы сказать только одно, что люди, живущие в этой стране, должны набраться терпения. То, что сейчас происходит, вот эта вот перестройка, подъем нашей жизни, не может дать результата в короткий срок. Для этого, естественно, требуется время. Поскольку Томас сам лично является большим поклонником, почитателем Михаила Сергеевича Горбачева, он просто верит в него. Он считает, что он доведет до конца начатые дела. Очень много вопросов о вашей личной жизни. Что Томас любит в этой жизни, кроме жены Норы и музыки? Это вопрос... Есть очень много вопросов о вашей личной жизни. Что вы любите в этой жизни, кроме жены Норы и музыки? Это вопрос очень сужевая трансляция. Конечно, большинство времени он и проводит с женой, с музыкой. Но это тоже часть. Очень много вопросов о вашей личной жизни. И в жизни ставите на верную карту. Правда ли это? Видите, у нас ваши поклонники даже знают ваш Гороскоп. Я думаю, что он не должен сказать, что он родился с первого марта. Но исследователи, значит, все люди, которые родились с первого марта, должны быть победителями, должны быть удачливыми, должны иметь успех жить. Но это же не так. Я верю в астрологию, но только в том случае, когда она хорошо научно обоснована и разработана. Я думаю, что Виктория Соколова из Ленинграда, которая задала этот вопрос, удовлетворена. А я пользуюсь случаем, хочу поздравить вас с наступающим днём рождения. И пожелать счастья, здоровья, всего самого-самого-самого прекрасного, всю жизнь. И чтобы обладать. Давайте постучим, да. Много вопросов о сегодняшнем творчестве Тома Сандерса. Два 14-летних москвича интересуются, почему у вас такой странный внешний вид. Имеется в виду ваш новый сценический образ? А что в нём странного в этом виде? Видимо, имеются в виду видеоклипы, которые показывали по нашему телевидению. Последние видеоклипы Тома Сандерса, где он был довольно небрит, в довольно разорванных джинсах. Думаешь, что профессия состоит в том, что он может представлять себя таким, как он есть и как он хочет? Я всегда надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь. Ага, я одеваюсь всегда так, как соответствует моему настроению в данный момент. Ну, а потом, может быть, такие джинсы через пять лет и здесь надеюсь. И тогда можно убить его голую коленку в разорванных штанах. Спасибо. Ещё один вопрос. От нашего воина-афганцев из Москвы Андрея Гуреева. Не появляется ли у вас мысль возродить великолепный ансамбль, отключив его состав в жену Нору? Нора никогда не участвовала в этом ансамбле. Нора просто жена. Это просто её личное решение, что она его попросит и сопровождает, она всегда рядом с ней. Это прекрасно в моей профессии, чего нет в других, например. Я всегда могу решить сам, возьму я с собой жену или нет. Другие этого не могут. А что касается объединения и возвращения к группе Моден Токен, то в данный момент об этом даже и думать нечего. Правда, его принцип никогда не говори никогда. Следующий вопрос тоже касается распада Моден Токен. Я думаю, поклонники Моден Токен оценят красоту этого вопроса. Как относится Томас к переменам в отношениях между ФРГ и ГДР и не хочет ли последовать примеру этих двух немецких стран и стереть границы между ним и Дитером? Нельзя сравнивать политические или экономические события с событиями частного характера. Вы знаете, эта метафора, которая содержится в вопросе, она притянута несколько за уши. Потому что, ну, представим себе супружескую пару, которая разводится. Их же ни один судья не спросит, почему вы разводитесь, не хотите ли вы сойтись опять. Вот Восток с Западом же сошлись. Я знаю, что многие поклонники и поклонницы желают, чтобы мы с Дитером снова были вместе. Вы знаете, конечно, многие хотят увидеть нас снова вместе, но, если можно выразиться так, одни двери закрываются, открываются другие. Нельзя слишком долго цепляться за воспоминания, потому что это ослепляет человека для будущего. Такой вопрос и предложение одновременно. Не хочет ли Томас написать песню о нашей передаче 120 минут? Могу помочь со словами. Это вот вопросы-предложения Марии Пономаренко из Москвы. Я думаю, что... Можно поговорить, почему бы нет. Очень хорошо. Мария, приветствуйте. Что ты думаешь, Томас? Очень интересно. Звучит이잉. Как вы думаете, по-английски? Между куплетом и следующим припевом. Звучит два т them. Или между Son и Рефраном. Это спрашивает Надя Матвеева из города Ново-Чебексарска. Высе не возможно, что я только двух часов вечера сейчас... Ну, представьте себе, вот я пою два часа вечером, и с того момента, когда я выхожу на сцену, до того, как я ее покидаю, необходимо быть в состоянии высочайшей концентрации, сосредоточенности. В то же время, в этот период времени проносится в голове мысли, все ли в порядке с публикой, как она реагирует. Но эти мысли надо отбросить, потому что я выхожу на сцену для того, чтобы творить искусство, творить музыку. Позвольте мне задать вопрос от себя. И еще одна вопрос из нашей говорили. Быть может, когда-то вам надоест концертировать. Не собираетесь ли вы заняться педагогическими деятелями? Это очень интересует педагогику. В Библии есть такое изречение, где geschrieben wird, «Де, кто без греха, первый бросит в меня камень». И я считаю, что каждый должен немножечко подстраивать свою жизнь именно под это изречение. Мы все делаем ошибки, мы люди. И я сегодня не могу сказать, что я завтра не делаю ошибку, не делаю больно своему, человеку, живущему рядом со мной. И поэтому слова, которые следуют, должны простираться на весь мир, не просто на восток и на запад, а на весь мир. Это должны быть два слова. Это действительно толерантность и понимание. Спасибо. Я думаю, что наши телезрители, которые услышали свои вопросы, буквально изнывают от нетерпения, кто же все-таки победил. Ну, пожалуйста, вот этот вот вопрос о том, значит, метафора СРГ и ГДР, а также границу между Томасом и ГДРом. Мы поздравляем Марину Викторовну Слебенкову из Ленинградской области. Второй вопрос – это астрология, его знаки. Он его выбрал, потому что он очень много занимается астрологией, и просто это было его внутренней потребностью на этот вопрос ответить. Ну что ж, Ленинграду везет. Мы поздравляем Викторию Соколову, тоже из Ленинграда. Угу, да, да. В общем, с вами не кем-то. А следующее, о чем вы думаете на сцене между куплетом и припевом? Надя Матвеева, город Новый Чебоксар. Поздравляем победителей. Они получат призы от Томаса Андерса. Матвеева, город Новый Чебоксар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok